В вопросе незаконного строительства город добился определенных результатов. Количество нарушителей с весны 2016 года сократилось в три раза, но полностью тема самоволок пока не закрыта. Некоторые застройщики ведут себя прямо так и вызывающе, игнорируя все предписания властей. Таких строек по пять в Центральном и Адлерском районах, две в Хосте и одна в Лазаревке. Судьбу каждой рассмотрели члены Координационного совета по пресечению незаконного строительства. К собравшимся на совещании чиновникам и контролирующим службам первый вице-мэр обратился с претензией. Почему при наличии исполнительных листов самоволки все равно растут? Есть деятели, которым все ни по чем. У них везде друзья, у них крыши, у них связи, у них блат. Поэтому нам эту ситуацию надо завершить. И я думаю, что не должно быть того, что мы сегодня наблюдаем. Остались какие-то несколько, извиняюсь, деятелей, которые мы не можем победить. И у меня возникает вопрос, почему? Нельзя так останавливаться на достигнутом. Мы многое сделали, мы многое решили, но у нас сегодня еще два десятка объектов, которые публично, публично с вызовом ко всем структурам, правоохранительным, ко всем органам власти, коммунистам. Поэтому нам надо не относиться. Все объекты незаконного строительства администрации уже отключены от коммуникации. Но застройщики не дремлют и доставляют на стройплощадки прожекторы и генераторы. И стройку ведут по ночам и в выходные. Один из выходов – круглосуточный мониторинг. Уверены в управлении земельного контроля. Мы практически тем же составом, который сейчас находится здесь, мы за два месяца сделали огромную работу. Сейчас тот же состав не может справиться с 13 объектами. Я считаю, что здесь или заинтересованность есть некоторых дожастных лиц, или прослеживается здесь халатность дожастного преступления. Я это только так могу расценивать. То есть надо принимать нам меры радикальные, чтобы организовать дежурство круглосуточное. Я считаю, только тогда мы можем с этим полностью остановить этих застройщиков. Всего по искам администрации Сочи в настоящее время судами рассматривается 201 дело о сносе самовольных построек. Из них 26% разрешаются по искам о сносе многоквартирных высоток. Больше половины возведены без разрешения на строительство. Наибольшее количество таких самовольных объектов приходится на Адлерске – 55% и Центральный район там – 25%. Полный перечень этих объектов опубликован на сайте администрации Сочи. Очередной координационный совет уже с участием прокуратуры намечен на конец октября.